Итак, настройка друзей, список друзей, фейсбук разберем по шагу. Первое, что мы разберем, это очень кратко, для чего это необходимо и что, собственно говоря, это нам даст. Первое, вы пересмотрите контакты на предмет актуальности, потому что очень часто, добавляя друзей, особенно в самом начале пользования соцсетями, это бывают и малознакомые люди, очень дальние родственники, либо вообще, в принципе, незнакомые люди, которых мы добавляем по разным причинам, иногда даже просто из вежливости. Второе, вы сможете ограничить доступ к публикациям и своему профилю тех людей, кого из списка друзей вы удалять не хотите. Например, это может быть ваш шеф, это могут быть ваши сотрудники, это могут быть, например, даже ваши родители, которым вы не хотите показывать свои отдельные посты, такое тоже бывает. Мы рассмотрим, как это возможно сделать. Также, настроив список однажды, вы сможете дальше публиковать, ранжировать свою ленту, свои публикации для разных списков людей. Это очень легко. Итак, приступим. Мы переходим в Facebook, заходим в свой профиль, в друзья, и вы видите, что возле каждого вашего контакта есть такой пунктик «Друзья». Все очень просто. Для того, чтобы посмотреть, в каком статусе у вас находится тот или иной контакт, вы просто кликаете на профиль этого человека и видите, что, например, вы, друзья, самая простая и самая распространенная настройка – это сделать этого человека вашим знакомым. Тут, собственно говоря, как в жизни. Есть люди, с которыми вы знакомы ближе, есть люди, которых вы называете просто «мои знакомые». Эта настройка позволит вам делать, скажем так, самую простую сортировку постов по видимости для друзей, для друзей, кроме знакомых. Есть также возможность добавить человека в другой список. Самый распространенный, на который я хочу обратить ваше внимание, это «Ограниченные». Если вы поставите галочку в пункте «Ограниченные», это значит, что данный человек из списка ваших друзей будет видеть только общедоступные публикации. Публикации, которые вы делаете с настройкой для друзей, даже для знакомых, этот человек видеть не будет. Это очень важно. Есть также еще возможность создать отдельный список. В моем случае, предположим, это список «девчачьи». Что это значит? Это значит, что в этот список, который вы создаете и называете как вам угодно, вы добавляете определенный круг людей. Например, если это «девчачьи», то вы добавляете туда 5-10 ваших подруг, для которых вы можете потом впоследствии публиковать, например, свои фотографии из шопинга, фотографии своего ребенка, да все, что угодно, чем вы не хотите делиться с широкой общественностью, но в то же время вам лень отправлять каждой из них это в личку. Это очень удобно. Но с этим, конечно, надо поморочиться. Самое главное, что... Я не буду носить все-таки Сергеева ограниченные. Это прекрасный человек, мы с ним хорошо знакомы. Самое главное, что, сделав это однажды, а, конечно, если друзей у вас там большое количество, вы получите возможность потом очень легко и быстро публиковать публикации свои собственные для того круг людей, который вам интересен. Как это сделать, смотрите в соответствующем видео на моем канале. Спасибо! Спасибо!